приветствую вас дорогие рукодельницы сегодня мы свяжем универсальный комплект такой из которого можно составить четыре разных образа четыре разных комплекта не забудьте подписаться на канал чтобы не пропускать новые видео вязать я буду на мальчика объем головы 50 сантиметров и буду вязать из пряжи от astra merino love классический меринос на 50 грамм 90 метров мягкий и нежный цвет у меня номер 14 433 на комплект у меня ушло два с половиной мотка как альтернативу можно взять биби бифу или лана гата макси составляем длинный кончик нити на спицы номер 4 я набираю обычным способом 80 петель плюс одну петлю набирают для замыкания вязания в круг соединяем наше вязание следим за тем чтобы косичка наборного ряда нигде не перекрещивалась смотрела в центр круга петельку с левой спицы накидываем на правую и накидываем на нее петлю с правой спицы затягиваем и возвращаем нашу соединительную петлю начинаем вязание резиночкой один на один одна петля лицевая одна петля изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная так вяжем до конца ряда все петельки провязываем за переднюю стенку я довязываю ряд начало ряда там где хвостик можно повесить маркер второй ряд узора все петельки провязываем лицевыми следим за тем чтоб петли у нас не скрещивались провязываем за ближайшую стенку те петли которые у нас были лицевыми провязываем за переднюю изнаночные за заднюю так довязываем ряд до конца это второй ряд нашего узора и далее мы будем чередовать ряды я довязываю ряд лицевые петли маркер далее на снова 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая 1 изнаночная и снова все петельки провязываются за переднюю стенку следующем ряду у нас новый ряд лицевых и вяжем таким образом на нужную нам высоту снуда я буду провязывать 20 сантиметров провязали 20 сантиметров и приступаем к закрытию петель вяжем по узору по рисунку 1 лицевую одну изнаночную и накидываем предыдущую петлю на вторую провязанную снова нас лицевая накидываем предыдущую петлю изнаночная накидываем предыдущую петлю лицевая закрываем сильно петельки не затягивайте так будем вязать до конца ряда и у нас должна формироваться такая косичка закрытия петель у меня осталось закрыть одну петлю накидываем вытягиваем петельку отрезаем и вставляем в иголку с широким ушком ищем нашу первую горизонтальную петлю закрытия вот наш столбик из лицевых петель и вот здесь начинается первая петелька вводим иголку под нее под две стеночки и затем в основании той петли из которой у нас выходит нить у нас получается такая непрерывная косичка и закрытых петель теперь ниточку закрепляем прячем кончик уводим на лицевую сторону и пропускаем по лицевым петелькам вниз и вверх кончик наборного ряда тоже вставляем в иголочку и прячем пропуская по лицевым петлям по одной стеночке и по 2 а теперь можно вывернуть наш снут наизнанку и посмотреть какой узор у нас получился с изнаночной стороны теперь приступим к вязанию шапочки точно так как и на снут мы набираем 80 петель обычным способом я набрала 80 петель плюс одну петлю для замыкания вязания в круг соединяем вязание снимаем петлю с левой спицы и накидываем на нее петлю с правой спицы затягиваем начинаем вязание нашим узором в первом ряду у нас одна петля лицевая одна петля изнаночная точно так же как мы вязали снуд все петельки за переднюю стенку во втором ряду все петли лицевые провязываем за ближайшую стенку изнаночные за заднюю лицевые за переднюю и точно так же череду ряды мы будем вязать около 20 сантиметров я провязала 12 сантиметров на этом месте у меня закончился 2 моточек такой у нас будет отворот шапочки когда заканчивается моток я просто подвожу к вязанию нить от нового моточка и продолжаю вязать а потом уже в конце закрепляю прячу все кончики сейчас мы вяжем на высоту 20 сантиметров и заканчиваем узор тем рядом где у нас одна лицевая 1 изнаночная я провязала 20 сантиметров такой у нас будет отворот на шапочке и мы делим всю шапочку все наши петли на 4 части у меня получается по 20 петель зеленый маркер маркер начала ряда он отличается от остальных маркеров мы начинаем делать убавки после маркера всегда одна лицевая далее 2 вместе с наклоном вправо мы разворачиваем изнаночную петлю и провязываем 2 петельки лицевой за переднюю стенку далее я вяжу по узору в этом ряду все петли лицевые мы вяжем до следующего маркера не довязывая 2 петельки 2 петли перед маркером нам надо провязать наклоном влево мы одну петельку снимаем вторую провязываем и накидываем на нее предыдущую далее маркер после маркера всегда одна лицевая и 2 петли с наклоном вправо провязываю лицевой за переднюю стенку и около маркера у нас всегда такие убавки 2 вместе с наклоном влево лицевая 2 вместе с наклоном вправо далее вяжу по узору до следующего маркера все петельки лицевые вяжем за ближайшую стеночку не довязываем до маркера 2 петли их будем провязывать с наклоном влево одну петлю снимаем вторую провязываем лицевой и накидываем на нее предыдущую далее маркер лицевая 2 вместе с наклоном вправо разворачиваю изнаночную провязываю 2 петли вместе с переднюю стенку вяжу до следующего маркера и также буду делать у бабочку перед маркером таким образом в этом ряду наше количество петель уменьшится на 8 в конце ряда перед зеленым маркером тоже не забываем делать у бабочку 2 вместе с наклоном влево далее мне маркер начала ряда лицевая далее вяжу по узору у меня идет одна лицевая 1 изнаночная лицевая изнаночная в этом ряду мы у бабочки не делаем все петельки провязываем по нашему рисунку я довязываю 1 клин здесь у меня лицевая маркер лицевая и еще раз лицевая далее изнаночная лицевая так довязываем ряд до конца а в следующем ряду на снова у бабочки 1 лицевая 2 вместе нам надо провязать наклоном вправо развернем изнаночную петлю провяжем лицевой за переднюю стенку далее все петельки лицевые провязываю за ближайшую стенку и не довязываю до маркера 2 петельки их мы будем провязывать наклоном влево 1 снимаем следующую провязываем лицевой и накидываем предыдущую далее маркер лицевая 2 вместе с наклоном вправо меня изнаночную провязываю 2 вместе лицевой с переднюю стенку и так будем вязать чередую ряд с убавками ряд без убавок до тех пор пока у нас на спицах не останется 16 петель у меня на спицах осталось 16 петель сейчас я их буду закрывать общая высота шапочки без учета отворота 19 сантиметров отрезаю ниточку вставляю в иголку и пропуская ее через наши петельки затягиваем закрепляем ниточку я делаю небольшой узелочек который тут же прячу в наши петельки и прячем кончик нити пропуская иголочку по лицевым петлям прячем все кончики можем посмотреть теперь какая шапочка у нас получилось так она может выглядеть с одной стороны если мы ее вывернем то так она будет выглядеть с другой стороны такой интересный двусторонний узорчик отправляем шапочку из нот стираться я стираю машинки на режиме ручной стирки сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде и у нас четыре варианта как можно носить этот комплект первый вариант второй вариант третий вариант и четвертый вариант спасибо вам за внимание не забудьте подписаться на канал чтобы не пропускать новые видео будем вязать вместе а